Всем привет! По многочисленным просьбам моделистов хотел бы сегодня рассказать о продукции компании Powerbox которая идет под маркой iGyro. Все iGyro называют, привыкли называть одно устройство всего лишь. Это вот эта вот коробочка к которой уже все привыкли с маленьким экранчиком и кто-то ее боится, кто-то на нее молится. На самом деле очень достойное устройство. Но кроме этого есть еще iGyro 1e iGyro 3e и есть собственно интегрированная система iGyro, которая в Powerbox Royale или сейчас новая модель Mercury, но мы ее еще не получили я думаю, что когда она появится, отдельно о ней расскажем. Теперь по порядку. В чем различие почему, в общем-то, существенно различаются цены между полным iGyro, между троечкой и единичкой. Начнем с единички. iGyro 1e выглядит, в общем-то, как какое-то непонятное устройство, ну как максимум, как Y-кабель. На самом деле это очень умный гироскоп с мемс-датчиком современным. Этот гироскоп одноосевой, поэтому он называется 1e. Что у него, в общем-то, из функционала? Мы имеем 1 вход, input, 1 вход на чувствительность или для настройки через USB-терминал и 2 выхода. Почему 2 выхода? Ну, ладно, сего у гироскопа. Он имеет 1 входной канал, управляющий. Допустим, мы берем элероны. На самолете у нас установлено 2 элерона, соответственно, он их выводит на 2 разных элерона, либо 2 руля высоты. То есть это очень-очень. удобно, когда, особенно, может быть, это на дельте или на каких-то самолетах среднего плана. Значит, куда его устанавливать, на какие модели? Модели малого и среднего класса, поскольку он недорогой, он маленький, но это полностью, в общем-то, гироскоп повторяет датчики всех более старших моделей. Отличие у единички и у троечки от полной модели в том, что у них нету GPS-датчиков. То есть одно из основных достижений, когда разработали вот эту вот систему iGyro, это то, что чувствительность гироскопа, она менялась и меняется при изменении скорости. Чем быстрее самолет летит, тем сильнее происходит подавление чувствительности. Обычные гироскопы настраиваются только по максимальной скорости. Соответственно, с падением скорости степень вмешательства гироскопа, она падает. У гироскопов с GPS-датчиком, это рояль и полная система iGyro, у них полный диапазон скоростей, гироскоп поддерживает с максимальной эффективностью. Так вот, для понимания, единичка и тройка они не имеют GPS-датчиков, они по сути в этом аналогичны гироскопам обычным, традиционным. Сразу хочу сказать, что это гироскопы исключительно самолетные, для самолетов с так называемым фиксированным крылом. На никакие вертолеты они не подходят. Вот, что в нем интересного, в отличие от остальных гироскопов, ну, маленьких гироскопов, односилых на рынке очень много, в том числе и для самолетов. То, что Powerbox реализовал двухрежимную систему удержания и нормала. Я об этом подробно рассказывал в видео про полную модель iGyro. Различие, в принципе, между удержанием и нормалом в том, что в режиме Heading, так называемое удержание, он будет исполнять корректировку до момента восстановления самолета в исходное состояние. В режиме Normal он кратковременно отработает, в соответствии с коэффициентом усиления, какое-то отклонение руля. И независимо от того, самолет вернулся в исходное положение или не вернулся, на этом, в общем-то, корректировка будет остановлена. Еще раз хочу напомнить, что в канале элеронов и высоты режим удержания допустим. В канале руля направления только режим Normal. Никакого удержания там быть не может, за исключением кратковременного включения на режим весения или каких-то специальных особых преднастроенных режимов. Это очень важно запомнить, потому что если вы настроите удержание по рулю направления, тогда самолет у вас, вы даже не сможете его развернуть элементарно плоско-блинчиком. Вот, модель единичка, она имеет свое место, используется, кстати, ее иногда и на носовое колесо на крупных моделях, поскольку в больших не всегда хватает на это выходов. Начинать можно использовать ее как с какого-нибудь пенолета, зальничка, да, то есть по весу она все позволяет это делать. И настраивается эта модель, чувствительность настраивается по внешнему каналу управления. Более подробные настройки очень удобно делаются в программе Powerbox Terminal. Красивые картинки там, и все доступно наглядно. Больше о нем, наверное, сказать особо нечего. Вот, в комплекте идут мягкий двухсторонний скотч для его крепления в модели. И, естественно, он должен быть сориентирован в модели соответствующим образом по оси, которую вы выбираете для корректировки, в какой он будет работать. Вот это iGyro 1E. Следующая модель iGyro 3E. Это вот такая вот алюминиевая маленькая коробочка, он очень легенький. Его отличие? Он трехосевой. И имеет пять выходов на рулевые машинки. Соответственно, это два элеронных, два на руль высоты и один руль направления. Что из плюсов, из минусов в сравнении со старшими моделями в том числе? Ну, удобно то, что много каналов, то, что он всеми тремя осями перекрывает весь самолет и хватает на любую схему обычного самолета. Плюс в нем есть дельта-миксер, так называемый. Когда у вас дельта-крыло, когда одна рулевая поверхность выполняет контроль и по крену, и по тангажу, в нем есть внутренний микс, и вам не надо в передатчике ничего настраивать, в передатчике вы просто делаете канал управления высотой, канал управления креном. И это устройство само делает микс, выводит на две машинки и вводит корректировки и по высоте, и по крену. Очень удобно. Ну, в общем-то, это, по сути, три гироскопа, два единички, собранные в один, с немножечко более сложной, более расширенной настройкой. Естественно, как и в том гироскопе, так и в этом, есть возможность отключения в полете и изменения чувствительности по преднастроенному каналу. Где-то кто-то может эту чувствительность ставить на слайдер, кто-то на какие-то вращающиеся регуляторы. То есть есть возможность подстройки и отключения гироскопа. Также в нем есть на все каналы как режим удержания, так и режим нормал. Ну, есть кнопка для быстрой настройки, для изменения реверсов, например. В целом, конечно, это сложнее и с единичкой, и с тройкой гораздо сложнее проводить настройку в сравнении со старшей моделью, у которой есть свой экран, на которой все сразу видно, что мы делаем. И с трехкнопочным выключателем мы можем производить все манипуляции. Также у этого гироскопа нет связи обратной по GPS. То есть мы его настраиваем по максимальной скорости. Более подробно останавливаться на нем не будем. Вся информация представлена в его инструкции. Доступна, собственно, на сайте производителя. Но он тоже имеет место быть тому, что он в два раза дешевле, даже с лишним, чем старшая модель. Легче, компактнее. Ну и для освоения, для понимания алгоритма он очень понятный, доступный. Как в свое время сказал производитель, что это версия для ленивых, тех, кто не готов разобраться с настройкой старшей модели Powerbox iGyro. Теперь, собственно, переходим к нашему хиту. Подробно на нем останавливались в двух видео. Прошу ознакомиться, если кто-то пропустил эту серию этих уроков. Как настраивать, какие преимущества. Да, все-все-все очень подробно о нем рассказано. В рамках этого видеоурока я бы хотел рассказать только про комплектации этого устройства. Потому что там это не было освещено. Powerbox iGyro полная. Вот эта версия идет в трех возможных комплектациях. Первая – это максимальная, которая представлена сейчас у меня на столе. С максимальной стоимостью. Вторая комплектация – это то же самое, только без датчика GPS. Она подешевле. Но, поверьте моему опыту, заказывать вот такое устройство без датчика GPS – это абсолютно непоследовательно. Может быть, тогда имеет смысл заказать троечку. Потому что GPS – это одна из основных фишек и идей вот этой системы iGyro. И третья комплектация – она самая-самая дешевая. Это для тех, у кого уже были iGyro. В каждом комплекте, вот в полном комплекте iGyro у вас идет USB-переходник для подключения к Powerbox-терминалу. И трехкнопочный выключатель, который вам нужен для того, чтобы производить настройки и для того, чтобы проводить калибровку перед полетами. Он на самолете не летает, он используется как внешний, он подключается и дальше мы работаем. Соответственно, из этого вытекает следующее, что если у вас уже был один iGyro, то вам не надо повторно переплачивать за выключатель и за USB-кабель. Поэтому минимальная комплектация – это только iGyro, комплект проводов, датчик GPS. Он не содержит выключатель и USB-кабель. В принципе, хорошая комплектация для тех, кто уже, так скажем, продвинутые пользователи. Ну и больше не буду останавливаться на этой модели, все в отдельных видео прописано. Следующее, о чем хотел бы рассказать, это Powerbox Royale. В себе он содержит полностью систему iGyro, полную. Также в нем есть датчик GPS-контроля скорости, большой экран, еще более удобный в плане настройки. В общем-то, это как раз флагман линейки гироскопов на данный момент. И, как сказал ранее, появилась модель Powerbox Mercury. Это корпус практически в два раза меньше, чем Royale. Экран маленький, но информация на нем достаточно представлена подробно. То есть, в принципе, он удобен, он легок и он в полтора раза дешевле. Поэтому я думаю, что Powerbox Mercury в ближайшие годы станет хитом и, наверное, даже вытеснит рояль, поскольку фактически он все те же самые функции в себе задержит. О нем мы запишем отдельный урок. В общем-то, всем спасибо за внимание. И напоминаю, что гироскопы – это не зло, это не сложно, не надо их бояться, не надо лениться. И они не рулят сами, как думают многие. Это всего лишь вещь, которая позволяет пилоту сконцентрироваться на, собственно, управлении модели и немножечко освободить его от борьбы со стихийными факторами, такими как порывы ветра или такими, как какие-то аэродинамические недочеты, перекосы, кривости, пагубные какие-то эффекты и так далее. Поэтому не отдумать, что они будут летать за вас, что они будут сами делать фигуры, что они будут сами висеть – это далеко не так. Но попробовав один раз, конечно, уже потом возвращаться на полет без гироскопов очень сложно. Ну и плюс еще эта возможность для людей, которые хотят нащупать предельные возможности модели, уйти на очень сильно задние центровки, на большие расходы. И гироскоп позволяет этот режим делать все-таки более или менее летабельным, позволить на нем пилотировать модель экстремально на грани уже срывов, на грани ее возможностей. Спасибо за внимание. Счастливо.